Манипуляции. Это скрытое воздействие на другого человека, на его поведение путем апелляции к его чувствам. И те чувства, которые самые любимые для другого человека, которые он чаще всего испытывает, к тем чаще всего и апеллирует манипулятор, чтобы как бы подцепить на крючок за них. И эти чувства могут быть самые разные. Чувство стыда, чувство вины, чувство страха или чувство гордыни. Примеры манипулятивных фраз могут быть следующие. Например, если ты меня любишь, ты купишь мне шубу или сделаешь что-то. Или фраза мужа, кинутая так в проброс случайно. Хорошие жены на кухне являются хозяйками, в гостях королевой, а в постели проституткой. И здесь тоже есть манипулятивные составляющие, потому что идет апелляция к чувствам жены. Она понимает, что если я буду плохой женой, мне будет как-то некомфортно, я буду чувствовать себя плохой, стыдно будет. И есть желание изменить ее поведение, чтобы поведение жены соответствовало некому стандарту желаемого, например, мужа. Манипуляцией также может быть фраза, где идет посыл, что ты будешь плохим, если не сделаешь, или ты будешь хорошим, если сделаешь. Например, фраза, ну ты же моя лучшая подруга, я только на тебя могу рассчитывать, выручай. И здесь тоже есть манипулятивные составляющие, потому что идет апелляция к чувствам. Если я это не сделаю, не помогу своей подруге, значит я плохая подруга, я буду чувствовать вину. А как не чувствовать вину? Выполнить просьбу. Манипуляция, она построена очень просто. Вгоняется человек в какое-то чувство, в какую-то эмоцию, и потом предлагается решение, как выйти из этого чувства, выполнить просьбу манипулятора. Как бы все эти три, например, фразы звучали не манипулятивно? Это была бы в среднем примерно такая фраза, очень простая. Мне хотелось бы, чтобы ты сделал вот это. Сделай, пожалуйста. Что скажешь? Как тебе? И, возможно, у вас есть возражения. Во-первых, кому-то из вас может показаться, что эта фраза очень простая, я сто раз ее могу говорить ему или ей, а вот сыны не там, человек не слышит, ничего не делает. И да, вы правы. В этом плане манипуляции, они гораздо более эффективны, гораздо более действенны, если хотите. Именно поэтому дети очень хорошо манипулируют. Они видят, за что можно подцепить этого взрослого, например, дедушку с бабушкой или маму на чувство жалости, кого-то на чувство вины или стыда. И они понимают, как это работает. И многие взрослые, кстати, манипулируют во взрослой жизни, потому что у них это работало в детстве. Они привыкли так делать, привыкли так общаться и взяли то, что работает во взрослую жизнь. А во-вторых, кому-то из вас, может быть, даже эта простая фраза, которая звучит как «мне бы хотелось, чтобы ты сделал вот это или вот это, сделай, пожалуйста», она для кого-то из вас тоже может показаться манипулятивной. Вы можете сказать, ну здесь тоже есть апелляция к чувствам. Потому что вы говорите «мне хотелось бы, чтобы ты сделал, а значит, если я не сделаю, то значит мне плевать на твое желание». Да, плюс может быть разная интонация, может быть просящая интонация, может быть нейтральная интонация или наоборот такая железобетонная. И это все влияет на то, будет ли фраза более манипулятивной или менее манипулятивной. И получается, что, да по сути, любая наша фраза, любая коммуникация с кем-то, она манипуляция. И да, вы тоже в этом правы. Но манипуляции условно можно поделить на конструктивные, когда мы просто просим собеседника сделать что-то. И деструктивные, когда мы его унижаем, вгоняем в какое-то чувство намеренно или ненамеренно, в чувство негативное. Или бьем по его самооценке, где самоидентификации, где говорим, что настоящий мужчина или там настоящая хозяйка делает или не делает то-то и то-то. И это идет удар по самоидентификации. Для того, чтобы лучше понять, что за манипуляции перед нами, давайте условно введем две шкалы. Первая шкала условно это степень открытости фразы, открытости манипуляции. То есть открытая фраза это когда я говорю, сделай пожалуйста вот это. А закрытая, завуалированная фраза, такая более манипулятивная, это когда я говорю, эх, хорошо, вон наши друзья-то поехали на море, здорово, там сейчас, наверное, тепло. И вроде я ничего конкретно не прошу, но апелляция к чувствам идет, да, у другого человека. Но закрытая фраза, непонятно про что здесь, хотя с другой стороны очень даже и понятно. А вторая шкала это апелляция либо к личности, либо к действию. То есть в этой фразе я больше про что говорю, про действия, например, сделай пожалуйста вот это. Или больше про личность, например, ну у хорошей хозяйки пироги не пригорают, или у хорошей хозяйки всегда три блюда дома как минимум. То есть я говорю про личность больше, но подразумеваю, чтобы человек дел, ну как можно больше, например, готовил. И если мы наложим две эти шкалы друг на друга, то мы условно получим четыре типа манипуляций. Первый вариант, и он самый конструктивный, это открытые и обращенные к действию. То есть когда я просто открыто прошу сделать что-то вот это. А второй тип, и он самый деструктивный, это открытые про личность, да, например, там настоящий мужик должен там вот это, или там настоящая женщина должна уметь вот это. Помимо этого есть закрытые манипуляции, закрытые про действия, закрытые про личность. Там может быть очень много разных вариаций, полутонов, но это будет что-то вот из серии «эх, хорошо бы было бы вот то-то, то-то» или там «ну мне кто-то, не помню кто, вот обещал, что скоро сделает вот это». То есть какие-то полунамеками завуалированы. И там, конечно, можно сильнее бить по личности, либо больше апеллировать к действиям. Кроме этого, манипулятивной может быть вообще молчание, игнорирование человека. Особенно это бывает после конфликтных ситуаций, после выяснения каких-то отношений, для того, чтобы был такой некий торг, чтобы на следующее, на будущее мы приняли какие-то условия более выгодные для меня, например. И здесь это бывает очень деструктивно для человека, особенно тревожного, потому что в этот момент, когда с ним не разговаривают напрямую, он общается, он может напридумывать себе столько всего плохого про самого себя, что словно будет сжирать себя. И это очень такая выгодная манипуляция, потому что человек готов уже в следующий раз делать все, что угодно, чтобы его не наказали вот таким молчанием, отвержением, чтобы он не чувствовал, что он настолько низок и плох, что с ним даже общаться не хотят. И он будет выполнять те просьбы, которые будет просить манипулятор. Кроме этого, есть также манипулятивные акты целые, то есть действия несколько, не только фразы, например, когда мужчина клянется в любви, а потом просто пропадает куда-то на три дня, и женщина думает, так, а что я сделал не так, это, наверное, ему вот это не понравилось. А потом он появляется через несколько дней и просит о каком-то одолжении. Женщина на этом эмоциональном эйфорийном потоке, она делает то, что он просит. Либо неожиданно дарится какой-то подарок, а потом через несколько дней просит о каком-то одолжении. Также это могут быть на работе, когда награждают сотрудника или на каком-то дне рождения его поздравляют, и говорят, ох, что бы мы без тебя делали, ты такой ответственный, у тебя всегда можно положиться, ты всегда выручишь. И потом эту зацепку будут использовать каждый раз, когда будут просить о чем-то такого сотрудника, потому что, ну как же, мы что, в тебя ошибались, что ли? Ты же всегда нас выручал, выручи и в этот раз. Если подытоживать, то можно сделать такой вывод, что манипулятор, он будет выискивать какие-то слабые стороны в вас, какие-то качества, за которые вы очень держитесь, которые вам свойственны, и манипулировать именно этими эмоциями, которые свойственны вам как личности. Например, тревожного человека манипулятор будет запугивать и говорить, а там, ты не боишься, что может произойти вот это, если ты не сделаешь, или ты слышал, что вот кто-то сделал так и получилось вот так. Человека, который тяжело переживает отвержение, разделение контакта, с ним будут играть в молчанку. Человек, который такой тщеславный, ему будут говорить какие-то комплименты, слова, но только вы, только я о вас был такого мнения, я слышал, что именно вы способны решить мою задачу. Примерно такие фразы. Вам важно лишь это учитывать. И как распознать манипулятора? Вот все фразы, примеры, которых я приводил чуть выше, вы, наверное, чувствуете, что когда вы их слышите, есть какое-то негативное фонящее чувство, что вроде бы я, может быть, и хотел бы сделать, да вроде бы не хочу, но внутри что-то меня подталкивает это сделать. Потому что вот это фоновое чувство, это и будет сигнал того, что вами манипулирует. Потому что манипулятор нередко может использовать еще такие двойные послания. То есть фразы могут быть нейтральные, а интонации и мимика могут говорить об обратном. Например, ну да, да, куда же я без тебя денусь? Или фразы, да ты, конечно, ты у меня умница, ты золотца, кушай, кушай. Например, если речь идет о лишнем весе женщины, ты вроде думаешь, есть мне не есть, там правду он говорит, неправду. То есть здесь вот этими двойными посланиями человека можно вообще испепелить до состояния, что он будет абсолютно потерять почву под ногами и не будет понимать, он на правильном пути, от него этого хотят или нет. Вот это фоновое чувство негативное, оно будет свидетельствовать о том, что с вами не используют прямой контакт, а используют манипуляции. Кто-то из вас, возможно, скажет, что, ну, это обычные фразы, их все используют в жизни, подумаешь, что такое манипуляция? В принципе, да, ничего такого. Но если их часто используют, например, в отношениях в паре или в воспитании детей, то в этих отношениях образуется словно дыра, такая пропасть эмоциональная. И люди отдаляются друг от друга, потому что манипуляции вытесняют обычные, искренние отношения, доверительные отношения. И люди могут стать просто чужими друг к другу через некоторое время. Также манипуляция сильно бьет по самооценке того, к кому адресована манипуляция. И, возможно, вы замечали, многие родители любят манипулировать своими детьми, чтобы лучше их воспитывать. Да, конечно, манипуляции, они очень хорошо дают быстрый сиюминутный результат. В дальнейшем, конечно, они могут разрушить самооценку ребенка, но сейчас они дают хороший результат. Как манипулируют часто родители? Они могут сказать, ну, если ты будешь плохо себя вести, то тебя придет и заберет полицейский, манипулируя чувством страха. Или, ну ты же мальчик, да, соберись, хватит плакать, чё как девчонка. Это чувство стыда, манипуляция чувством стыда. Или, ну, конечно, вырастили сына на свою голову. Не поможет ничего, не дождешься помощи от него. Манипуляция чувством вины. И так далее. И может быть так, что во взрослой жизни такой человек, например, с которым вы общаетесь, который постоянно манипулирует, он это делает не со злого умысла, а просто потому, что он другого не видел в детстве. С ним, например, всегда так общались, и он не знает, что такое искренняя, доверительная, прямая просьба и общение на равных. Только через манипуляцию. Хорошо. Давайте сейчас разберем, как же правильно реагировать на манипуляцию, как противодействовать ей. Давайте по этапам. Первое. Распознайте манипуляцию. То есть, как это сделать? Когда вы чувствуете, что внутри вас возникают какие-то разные эмоции, разные чувства, противоположные чувства. Вам вроде бы и хочется сделать то, что от вас просят, но с другой стороны и не хочется. Возникает какая-то тревога, возникает какое-то чувство стыда, чувство страха, что я могу испытать чувство вины, что обо мне плохо подумают. Вот. Вот это может быть хорошим признаком того, что человек использует манипуляцию. Если вы ее распознаете, дальше будет проще с этим работать. Второй этап. Это задавайте вопросы. Вообще, вопросы могут быть самые разные. Я сейчас приведу примеры нескольких вопросов, нескольких фраз, но в зависимости от ситуации. Например, фраза «А что ты конкретно хочешь мне сказать?» или «Что конкретно ты хочешь, чтобы я сделал?» Эта фраза, этот вопрос подойдет к манипуляции, которая закрытая. Помните? Открытая манипуляция и закрытая. Закрытая – это когда что-то аморфно, полунамеками говорят, например, ну вот, неплохо было бы, конечно, если бы когда-то в нашей, в нашем доме ремонт случился, да, так закрыто. Что конкретно ты хочешь от меня? Или может быть другой вопрос. Например, вопрос «С какой целью ты мне это говоришь?» Этот вопрос хорошо задавать, когда манипулирует, апеллируя к вам как к личности. Помните? К действию «Сделай, пожалуйста, это» или к личности. Там «У хорошей хозяйки есть всегда три блюда дома. С какой целью ты мне это говоришь?» Да, задайте вопрос. То есть важно прояснять как можно больше. Можно сказать «Правильно я понимаю, ты бы хотел, чтобы я просто готовила». Или «Правильно ли я понимаю, ты считаешь меня плохой хозяйкой?» Или «Правильно ли я понимаю, ты хочешь, чтобы я испытал чувство вины и приехал к тебе?» Ну, например, какая-то просьба о помощи. Также можно использовать на этом этапе, на втором, контрманипуляцию. Спросить «А зачем ты мной манипулируешь?» С этим будьте аккуратны, потому что манипуляции, как я уже говорил, они разрушают, если часто использовать их, то разрушают отношения. Но вообще манипулировать в социуме принято, что это плохо. И когда вы говорите «А с какой целью ты мной манипулируешь? Зачем ты это делаешь?» то у человека возникает вина, и вы как бы отучаете его это делать одним этим вопросом. И третье. Используйте конкретную фразу, которая будет прояснять ваши отношения к этой манипуляции. Например, «Когда я слышу просьбы в подобной форме, в подобном формате, мне меньше всего хочется их делать». Да, или «Когда меня просят так, мне абсолютно не хочется это делать». Либо другая фраза, но построена по такой же формулировке. «Когда ты так говоришь, мне больно». «Когда ты говоришь, что мне пора похудеть, то я чувствую стыд, и мне очень неприятно». Или «Когда ты говоришь, что должно быть три блюда каждый день у хорошей хозяйки, то я чувствую себя никчемной хозяйкой, что ты мной недоволен, и мне от этого очень плохо». Да, это на корню не изменит, возможно, отношение манипулятора к манипуляциям, и он не перестанет это делать, но как минимум задумается, особенно если вы будете проговаривать эту фразу много-много раз, подобную фразу, когда человек вами манипулирует. И самое главное, это не то, как вы отвечаете, что вы говорите. Самое главное, это ваша внутренняя работа, которая будет идти достаточно плотно. О чем я говорю? Когда манипулятор говорит какую-то фразу, задевающую вас, у вас возникает эмоция, чувство. Первое, распознайте это чувство. Что я сейчас чувствую? Так, я боюсь испытать чувство стыда, я тревожусь, я боюсь, что он обо мне подумает. Хорошо, а почему у меня возникает желание сделать то, что он хочет? А потому что мне важно его мнение. Можно еще позадавать разные себе вопросы, например, а откуда у меня мысль, что если я это не сделаю, то мне плохо подумают или он скажет, что я плохой или плохая. Ну, потому что он прямо это говорит в манипуляции. А так ли связано то, что если я что-то не сделаю, то я автоматически становлюсь плохой по всем параметрам? Ну, вряд ли, да? И вот раскручивая эту внутреннюю цепочку, вы как минимум себе облегчите вот это внутреннее желание выполнить во что бы то ни стало просьбу другого человека, чтобы главное не попасть вот в это чувство вины или стыда. А еще очень хорошим таким антидотом, да, противоядием является фраза «Я это я». Да, позвольте иметь негативное мнение о вас. Ну, фразу «Эх, а я думал, ты настоящая подруга». Вот что получается. Или там «А я на тебя вообще рассчитывал». Позвольте расстроиться, позвольте другому иметь другое мнение о вас, позвольте ему обидеться на вас. Вы не несете ответственность за чувства и эмоции другого человека. Он сам выбирает это испытывать. А на самом деле чаще манипулятор лишь проговаривает, что он обиделся на вас, потому что ему важно, чтобы вы это сделали. На самом деле, человек может и не испытывать эти эмоции. В любом случае, он сам хозяин этих эмоций, а вы не несете ответственность за это. Вы — это вы. Вы — это не то, как он о вас думает, что про вас говорит. И абсолютно точно вы остаетесь собой, даже если кто-то считает вас плохим или плохой. Посмотрите, кстати, мое видео о том, как не реагировать на критику другого человека для того, чтобы быть внутренне стабильной и иметь некую опору. А второе здесь, во внутренней работе, вам поможет так называемый манифест свободной личности. Это когда в этот момент вы внутренне у себя проговариваете. Например, фразы, которые начинаются со слов «Я имею право». Например, «Я имею право отказать кому-то», «Я имею право кому-то не понравиться», «Я имею право быть плохим», «Я имею право не хотеть что-то делать», «Я имею право быть плохим сыном, дочерью», «Я имею право не ехать сегодня на дачу помогать родителям, а побыть с ребенком или просто полежать, потому что это единственный мой выходной». «Я имею на это человеческое право». И вот проговаривая внутренне себе вот эти фразы «Я — это я», «Я имею право», Вы обретаете тот стержень, который позволяет вам не вестись на манипуляции, не идти во что бы то ни стало за ними, потому что, ну, иначе обо мне будут плохо думать или скажут, что что-то, что вгонит меня в чувство вины и стыда. Давайте сейчас разберем на конкретных примерах, как можно по этой технике реагировать на манипуляцию и что будет происходить внутри человека. Я вам тоже об этом расскажу. Итак, представим, ну, например, дети просят своих родителей, чтобы те посидели с внуками, но просят это в манипулятивной форме. Например, ну, у всех нормальных бабушек есть время, чтобы посидеть с детьми. Все нормальные бабушки сидят с детьми, не то что вы. И здесь сама эта фраза, она манипулятивная, потому что бьет по самооценке родителей, как бабушки и дедушки, да, и апеллирует к их чувствам вины, там, стыда и так далее. Как можно ответить? Можно сразу перейти к третьему пункту и сказать, ты знаешь, когда мы слышим просьбы в такой форме, нам меньше всего хочется их выполнять. Это раз. Можно проясниться. Здесь очень важен этот этап спросить. Правильно я понимаю, что ты хочешь обвинить нас в том, что мы мало уделяем времени внукам. Можно задать вопрос, что конкретно ты хочешь, конкретно, чтобы только сегодня посидели, либо постоянно и часто. И дальше вы проговариваете свои эмоции и чувства, да, когда ты говоришь, что хорошие бабушки много сидят с детьми, а мы нет, то я чувствую очень плохо себя, мне дискомфортно, я чувствую себя плохой бабушкой, мне от этого неприятно. Просто проговорили эту фразу. Ну а дальше, в зависимости от ситуации, вы можете согласиться, либо отказаться. Это всегда ваш вариант. То есть не значит, что нужно всегда отказываться, если вами манипулируют. Нет, иногда это действительно вам выгодно сделать, выполнить то, что от вас просят, нежели отказаться. При этом помните о внутренней работе, о которой я говорил, что внутри могут метаться чувства. Действительно ли я, может быть, плохая бабушка или плохой дедушка? Действительно я мало уделяю времени внукам? Действительно я плохой или плохой? Вспомните, я это я, я имею право отказать, я имею право провести время так, как я хочу. Я имею право быть плохим в глазах своего сына или дочери. И вот этой внутренней работой вы себе поможете. Давайте другой пример, когда, например, муж жене или жена мужу говорит что-то типа, ну, скоро лето, кому-то пора, по-моему, на фитнес походить. Да, здесь тоже увидели, что это манипуляции, потому что чувства двоякие, вроде бы фитнес, да, нужно. В другой стороне как-то как будто меня запихивают туда. И можно спросить, что конкретно ты хочешь, да? Или с какой целью ты вот это сейчас сказал? Ну, не знаю, сама догадайся. Или сам догадайся. Ты знаешь, когда я слышу вот фразы подобные этой, мне меньше всего хочется после нее идти на фитнес. Или когда ты говоришь, что кому-то хочется, кому-то нужно походить на фитнес перед летом, то у меня есть ощущение, что я какая-то располневшая и плохо выгляжу. Ты можешь прямо об этом сказать, если тебя что-то не устраивает. Это будет открытый диалог, чем вот так вот завуалированно что-то там говорить. Другой пример. Например, ребенок маленький просит у мамы, ну, школьник просит купить там айфон, телефон. И говорит, у нас в классе у всех уже есть. Один я хожу без телефона, без айфона, да, как лох. И здесь опять же очень важно проговорить, да, что конкретно ты хочешь, да, с какой целью ты мне сейчас это говоришь. Купи, купи мне тоже телефон. Че, непонятно что ли? И здесь вы проговорите эту фразу, что когда меня просят в такой форме, мне меньше всего хочется это сделать. Ну, а когда ты мне купишь телефон? А дальше вы проговариваете какие-то конкретные условия, при которых ребенок может получить свой долгожданный айфон или телефон. Но опять же, важна внутренняя ваша работа. Ага, мысль какая? Хочется купить то, что он просит, мне его жалко. А мысль какая? Ну, что я буду плохой матерью, что он будет ребенком-изгоем, что с ним никто не будет общаться, чувство страха. И вот это вы раскручиваете. И потом себя успокаиваете, например, какой-то фразой, что я имею право покупать тогда, когда я посчитаю нужным. Телефон это не такая жизненно необходимая вещь, тем более там айфон, например, именно конкретно, для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Ну и так далее. То есть здесь уже идет психологическая работа. Например, в варианте, когда вам дарят подарок или говорят комплименты, вы можете сказать спасибо, мне очень приятно, что вы дарите это от чистого сердца или говорите это от чистого сердца. Таким образом вы как бы нивелируете возможность вас захватить в капкан дальнейшей просьбы или манипуляции. И будет раскрыто, что это был не искренний комплимент, это был не искренний подарок. И, соответственно, вас просили на самом деле, чтобы вы сделали что-то. И этот подарок был для этого. Другой вариант, например, кто-то из дальних родственников просит вас там кого-то устроить, поспособствовать на работе. Здесь хорошо помогает такое разделение на две личности. Вы можете сказать, вот как твой родственник, как твой брат, как дядя, я тебя понимаю. Но как сотрудник, я даже не знаю, куда, к кому обратиться, чтобы это сделать. То есть разделение личности. И вы снимаете с себя ответственность. Вы в двух ролях можете быть, да. Или как человек, по-человечески я тебя понимаю, но вот как начальник твой, или как руководитель, или коллега, я не могу нарушить какие-то правила. И это снимает с вас ответственность. То есть примеров и различных вариаций ответа на манипуляции действительно много. Важно их подбирать каждому случаю отдельно. Но вот тот вариант, который я предложил как некий пошаговый алгоритм. Сначала задайте вопрос, проясните. То есть правильно я понимаю, ты сейчас мной манипулируешь. Правильно ли я понимаю, ты выгоняешь меня в чувство вины и стыда для того, чтобы я сделал вот это. А дальше проговаривайте, что мне неприятно, когда так говорят. И это будет универсальная формула, которая поможет вам среагировать на любую манипуляцию любого человека. С вами был Константин Никулин. Подписывайтесь на мои соцсети, которые можно найти внизу. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Я с удовольствием их читаю. И до встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.